Дорогие друзья, я вас приветствую. Эта передача называется так. Почему я партнер? И речь идет конкретно обо мне. Я партнер, потому что я верю в Божье воздаяние. Потому что я верю в Бога. Потому что я люблю Бога. И именно финансы, друзья, это та сфера, которая срывает маски. И вы знаете, я говорил в прошлой передаче. И скажу сейчас, что люди многие, они готовы на все. Они готовы молиться, они готовы проповедовать, они готовы плакать, они готовы смеяться, танцевать. Перед Богом делать все, что угодно. Но когда касается денег, вот эту сферу они никогда, никогда не позволят Богу тронуть. И это говорит о том, что в них нет веры. Настоящий верующий человек и любящий Бога человек, самый первый критерий его любви к Богу — это жертвенность. Потому что Отец Небесный пожертвовал своим Сыном, Иисусом Христом, ради тебя и ради меня. Поэтому сегодня я знаю, что быть партнером — это нужно прежде всего мне. Потому что я своим партнерством демонстрирую в духовный мир перед Богом, перед ангелами. Я демонстрирую это перед дьяволом, перед демонами, перед всем духовным миром. Я говорю, я люблю Бога, я люблю людей, я верю в Бога, и я верю в Его верность и в Его воздаяние. И вы знаете, что есть закон сения жатвы. Есть время, когда мы сеем, есть время, когда мы жнем. Я хочу, чтобы моя жатва, она была благословенной. Что это за жатва, друзья? Вот когда мы сеем, когда мы становимся партнерами, когда мы партнеры, конкретно, когда я партнер, когда ты партнер, что значит? Вот мы отдаем свои финансы, и кто-то на эти финансы сегодня, он кушает, да? Сегодня какая-то бабушка, она сегодня дома, прямо, возможно, в этот момент, когда мы смотрим эту передачу. Она кушает пищу, и у нее не было бы этой пищи, но она кушает ее. Мы отдали свои финансы, чтобы она покушала. У какой-то бабушки сегодня у нее, возможно, приступ, прединсультное состояние. Возможно, очень тяжелая ситуация. Благодаря финансам, партнерским финансам, ей сегодня оказана помощь. И она здорова. Она сегодня не оказалась человеком, который умер от инсульта. Благодаря тому, что кто-то жертву. Мы жертвуем свои финансы. Мы жертвуем свои финансы на этих людей, которые в онкологических центрах. Мы помогаем детям, которые болеют онкологией. И мы так далеки бывает от этого, потому что часто так бывает. Пока нас горе не коснется, мы вообще не понимаем, что это такое. Но нам и не надо, чтобы оно нас касалось. Нам нужно услышать то, что говорит сегодня проповедник прямо к тебе через телевизор. Потому что это Бог говорит к тебе. Тебе не надо горе. Тебе нужно сегодня иметь просто сострадательное сердце. Сострадающее. Сердце, которое сопереживает тем людям, тем детям, тем матерям. И вот мы сегодня сеем, какая же будет жатва. Друзья, что такое жатва? Жатва, друзья, это конкретно здоровье. Это финансовое процветание. Это воздаяние на уровне личной жизни. Это помощь тебе в душевной сфере, когда вместо депрессии приходит радость. Это защита Божья на твоей жизни, на твоем доме. Это когда Бог, Он отводит беду от твоего дома. Вот что такое жатва. Это когда приходит старость, когда приходит уже время преклонного возраста. И когда уже в этот момент, кажется, ты должен болеть, вдруг приходит жатва. И эта жатва выражается в том, что Бог, Он дает тебе силы. Он обновляет твое тело. Он делает тебя новым человеком. И это так здорово. Аллилуйя. Вот почему я партнер. Потому что я знаю, что Бог верен. Я знаю, что самое первое выражение любви к Богу — это жертвенность. А Его воздаяние, Его верность, она стопроцентна в нашей жизни. Мне бы хотелось рассказать вам про Давида. Посмотрите. 29 глава 1 про Липоменон. Здесь говорится с 1 стиха. «Сказал царь Давид всему собранию. Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен. А дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». То есть здесь речь идет о здании, то есть о храме, который построил потом Соломон. И вот что здесь говорится дальше. Второй стих. «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерево для деревянных, камни оникса, и камни вставные, камни красивые, камни разноцветные, и всякие дыроценные камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего, внимание, к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное, и золото, и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. Три тысячи талантов золота, золота афирского, и семь тысяч талантов серебра чистого для обложения стен в домах». В общем, перечисление идет дальше. Вот послушайте, послушайте, о чем идет речь. Давид был благословенным, и он везде в войнах выигрывал, он везде имел победы, потому что он заботился о том, где будет жить Бог. Он строил, образно говоря, в своей душе, в своих образах, в мечтах, дом для Бога. И когда Бог ему сказал, что Соломон, твой сын, построит храм, построит мне дом, то Давид, он всю свою жизнь собирал финансы, он буквально все жертвовал для того, чтобы имя Бога прославилось, чтобы этот дом был великий. Даже чертежи этого храма Бог дал мне Соломону, а Давиду. И мне хочется сказать вам одну вещь сегодня, почему я партнер. Потому что, друзья, Дух Святой, великий Бог, сегодня Он ходит по земле. Это Бог, который ходит по земле. Его жилище, Его дом — это человек. И когда мы распространяем влияние и действия Святого Духа, давайте скажем так, проявление Святого Духа, в этот момент мы делаем все для того, чтобы Дух Святой жил в человеке. Когда я был в уединении, это было весной, послушайте, Бог мне проговорил, когда я спросил Его, что хочет Бог, что ты хочешь. Я задавал вопрос этот много дней. Я чувствовал, что Он что-то хочет, но не мог понять, что. И в один момент я получил от Него ответ. И Он сказал, я хочу, я хочу, чтобы ты сделал так, чтобы я проявлялся. Я хочу проявление, помазание моей силы. И тогда я спросил, что Он имеет в виду. И Бог мне сказал, я хочу крусейды. Делай много крусейдов. Это то, что мне сказал Бог. Телевидение, друзья, это также распространение влияния Святого Духа, проявление Святого Духа. И вот послушайте, что интересно. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил внутри него некое место, которое принадлежит только Богу. И после грехопадения Адама это место пало. И поэтому человек, он стал духовно мертвым, потому что Бог в тот момент ушел из этого места. Это место, где оно находится, внутри, в душе, где-то в груди, мы не знаем. Но так написано в Библии, что тела наши являются храмом Святого Духа. Это написано в послании к Коринфянам. Написано черным по белому, что тела наши являются храмом Святого Духа. И когда мы с вами становимся партнерами, в чем? В работе, конкретной работе Святого Духа, то есть в его проявлении, чтобы сегодня проводились эти крусейды. Это конкретно делает каждый партнер. Когда мы, друзья, представьте себе, мы делаем так, чтобы телеканал вещал, чтобы сегодня проповедь Евангелия не буквы, но Духа. Как сказал апостол Павел, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Другими словами, когда сегодня люди смотрят телеканал, когда они попадают на наши крусейды, когда будут проводиться телекрусейды, что будет происходить? Дело будет не в том, что мы говорим. Дело будет не в том, что мы делаем. Дело будет в том, что Дух Святой делает. А мы с вами, мы его сотрудники, потому что мы своими финансами расширяем деятельность Духа Святого на этой земле. И Давид, он был благословен через это. Давид, он увидел счастье через это. Давид, он увидел смысл через это. Представьте, когда он уже уходил из этой жизни и передавал царство, он передавал его Соломону, своему сыну. Он говорит, что вот чем я занимался все время. Я воевал, я все народы, все покорил. Но самое главное, я собирал все время сокровища для храма Божьего, для жилища Бога. И сегодня, достигая неспасенных людей, которых украл дьявол, за которых умер Иисус, мы сегодня, друзья, делаем что-то особенное для Него. И мы увидим Его воздаяние. Теперь послушайте, до чего интересно. Когда Давид, он жертвовал свои финансы для того, чтобы Бог проявился на земле, чтобы он жил на земле, чтобы у него было жилище, Бог сильно благословил Давида в лице Соломона, его сына. На Соломона пришло благословение от Бога. На Соломона пришло благословение. И вот теперь мне хочется, чтобы все вы внимательно послушали. Соломон, он пережил невероятные вещи. Он пережил посещение Божье. И он был самым богатым царем. Он был самым мудрым царем. Он был самым влиятельным царем. Соломон, никогда не было такого, как Соломон. Таких президентов не было. Такого президента не было никогда, ни до, ни после. И об этом сказал Бог. Удивительно. Ну вот послушайте. Соломон строит храм. И когда он строит храм своему Богу, Бог его сильно благословляет. Написано в Библии, что Бог дал ему мир со всех сторон. Другими словами, если его отец Давид, он все время воевал до последнего дня. Он вел войны со всеми народами. Он всегда побеждал. Бог был с ним. Но он постоянно воевал. То когда пришло царство Соломона, Из-за того, что Давид был таким человеком, который заботился о Доме Божьем, Написано, у Соломона случилось чудо. Бог дал мир. Мир со всех сторон. Ни один царь не выступил на него. Представьте, ни один царь, ни одна страна. Никто никогда даже не подумал. Бог убрал у них даже такие мысли, чтобы выступить против Соломона. И Соломон строит храм. И Бог дает ему мир со всех сторон. Бог дает ему авторитет со всех сторон. Написано, царица Савская приезжает к нему. Разные цари приходят просто, чтобы послушать его мудрость. Это удивляет, это шокирует. Бог поднимает и поднимает, и поднимает, и поднимает Соломона. Потому что Соломон, он построил храм. Соломон устроил так, что Бог, он в этом храме. Он там за завесой, за завесой, там, где ковчег Завета, там, где эти скрижали, там, где эта манна, там, где этот разверший жезл Аарона. Там Бог. Вы представьте себе, и Богу это так нравилось, что Соломон думает о нем, что Соломон все жертвовал для него. И это просто взрывает. Бог поднимает Соломона так, что проходят тысячи лет, мы о нем слышим. Но многие люди не знают истории дальше про Соломона. Они не знают этой истории, друзья. И эта история, она, знаете, непопулярна. Но сегодня я вам ее прочитаю. И вы удивитесь. И вы сами увидите, что произошло. Одиннадцатая глава, третья царств. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилем, не входите к ним, и они пусть не входят к вам. «Чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц. И развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона Жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце кого? Здесь написано Давида, отца его. «И стал Соломон служить Астарте». Боже мой! Представьте себе. Царь Соломон, которого Бог так поднимал из-за этого храма, из-за того, что он любил Бога, из-за того, что он все для него делал. Представьте, друзья, вот почему я партнер. Потому что Соломон, он сделал роковую ошибку. Вдруг он перестал быть партнером, партнером Бога. И посмотрите, что он сделал. «И стал Соломон служить Астарте Божеству Сидонскому и Милхому мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». И теперь, друзья, то, что вы должны услышать, вас шокирует. Потому что речь идет о Соломоне, о человеке, которого Бог поднял из-за того, что он жертвовал всем ради того, чтобы имя Бога прославилось. Седьмой стих. «Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавицкой, на горе, которая пред Иерусалимом, и Малоху, мерзости Аммонитской». Вот этот седьмой стих, он является сегодня ответом, почему я партнер, почему ты должен быть партнером. Соломон, представьте, он перестал быть партнером Бога, и он стал партнером конкретных демонов. Он стал партнером, друзья, он начал строить храмы. Так как он уже умел строить храм, он построил храм Богу, то представьте, он взял и начал строить храм дьяволу. И здесь говорится конкретно, он построил капище Хамасу. Хамас — это конкретный демон. Это был дьявол, который проявлялся. Люди, они приносили жертвы, они брали младенцев, друзья, младенцев, которые рождались, и прямо резали их. Кровь лилась на жертвенник этого идола. И демон этот выходил тогда и входил в людей. У них закатывались глаза, у них начинались массовые оргии. Тысячи людей вступали в оргии, сексуальные оргии. И это то, что сделал Соломон, друзья. И он построил храм, представьте себе, этому Хамасу. Он жертвовал деньги. И дальше, говорится, он построил второй храм — Малоху. И эти храмы он построил на горе пред Иерусалимом. И вы знаете, друзья, почему так люди поступают для меня? Не секрет. Знаете, почему? Потому что, когда в жизни бизнесмен или кто-либо другой, политик, возможно, кто-то меня слушает сейчас из политиков, чиновников, когда в жизни все налаживается, то, кажется, так всегда и будет. И ты уже Бог. Ты уже чувствуешь себя царем и Богом. Но на самом деле нет, друзья. Это не так. Соломон, он так высоко поднялся, что он уже думал, что ничего не изменится. Но Библия говорит, что на самом деле дальше в этой же главе описывается, что Бог поднял врагов. И у Соломона появились враги. И старость Соломона, друзья, когда он перестал быть партнером Бога и его проявления, старость Соломона, она была ужасной. Его терзали. На него начали нападать. Его начали доставать разные люди. И Бог поднял этих людей. И один из них его звали Иераваам. Запомните это имя. Я не случайно его сейчас назвал. И вы знаете, что было? Соломон свою старость, друзья, прожил совсем не так, как свою молодость. Когда он был молодым, он любил Бога, и Бог его поднял. И Бог ему споспешествовал. Потому что он жертвовал все для Бога. Когда он начал жертвовать для дьявола, когда он начал жертвовать для этих идолов, строить эти храмы, отдавать туда деньги, я вам скажу, это сыграло ключевую роль. И старость Соломона была очень нехорошей. книга Экклесиаста показывает это. Потому что там Соломон очень разочарованный. Экклесиаст — это Соломон. Если вы возьмете Библию, и будете читать, то чтобы вы знали, это пишет Соломон. И он говорит, все суета. И в конце он приходит к покаянию. И заканчивает книгу Экклесиаста такими словами. Все заключается только в одном. Вы знаете, я не могу не прочитать вам это. Потому что это настолько все-таки важно. Важно для вас. 12 глава, 13 стих. Он говорит, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. И дальше слушайте. Последний стих. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Вот что сказал Соломон в конце своей жизни, друзья. И это, знаете, печально смотреть на то, как получилось с Соломоном, самым мудрым человеком. И хочется сказать сегодня каждому человеку, если вы не являетесь еще партнером, если вы не поняли, что сегодня вы должны выставить приоритеты. И Библия говорит, Библия говорит о таких вещах, как десятина, что она принадлежит Богу. И церковь поместная, она существует на десятину. Сегодня кто-то говорит, проповедник, который говорит о десятине, как он может, как он смеет. Нет, дорогой, послушай, когда тебе приходит квитанция домой за газ, за свет, за воду, за канализацию, как бы ты ни возмущался, но ты за это платишь, потому что ты этим пользуешься. Бог установил, чтобы церковь существовала за десятину. И чтобы десятина шла на погашение конкретных свет, газ, канализация, вода, аренда, покупка аппаратуры и так далее и тому подобное. И Библия говорит, принесите все десятины, все десятины, чтобы в Доме Божьем была пища. Честный человек, он всегда будет чист в десятине. Он не украдет никогда эти деньги и не потратит их на себя. Если ты возмущаешься, я хочу тебе сказать, дорогой, когда ты приходишь в церковь, там горит свет, за него надо заплатить. Там работает туалет, за него надо заплатить. Там сегодня тепло, и за это тепло надо заплатить. Я помню, как в нашей церкви, когда у меня была первая церковь Перещепина, у нас не было угля, у нас не было вообще чем-то пить. И мы собирались, и была минусовая температура, на улице было минус 27, в помещении мороз. Церковь собиралась, и мы вымаливали у Бога, чтобы Он нам дал эти финансы. Мы знаем, что такое. Что такое вообще, когда в церкви нет денег, когда в церкви есть деньги, она будет расти, она будет проповедовать, она будет помогать. Поэтому десятина — это святое. Партнерство с Богом, друзья, как Соломон, когда он был партнером, это святое. Это нельзя упустить, это нельзя из своей жизни убрать. Вот почему я партнер. И, друзья, я вам скажу одну вещь, важно понимать. Еще одну мысль скажу. Много разных людей на земле. И мы можем являться партнерами одного, другого, третьего. И вы знаете, я бы хотел, чтобы вы поняли, я не хочу, чтобы кто-то был моим партнером. Потому что я сам являюсь партнером. Моя жена Виктория, она является партнером. Мои дети являются партнером. Потому что здесь мы говорим не о каком-то пастыре, не о каком-то апостоле. Нет, мы сегодня говорим о работе Святого Духа. И это работа Святого Духа. Именно в ней мы должны стать партнерами. Для Него мы должны стать партнерами. В следующей передаче я вам расскажу, что произошло дальше. Потому что на этом история с Давидом и Соломоном не закончилась. И насколько важно сегодня быть партнером, чтобы увидеть на своей семье, на своих детях, на своих внуках Божьи благословения. И следующая передача, именно в ней я открою эти вещи. Пусть Бог вас обильно благословит. Сейчас я хочу помолиться. Мне хочется помолиться за каждого партнера. За каждого, кто сегодня жертвует свои финансы. для того, чтобы Евангелие распространялось. И если вы, партнер, положите руку на свое сердце. И я молюсь за вас. Дорогой Господь, я прошу тебя, пусть твое благословение с неба придет на жизнь каждого партнера. Пусть сегодня сокрушена будет всякая болезнь во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас сокрушаю всякую болезнь и немощь в теле партнера. Во имя Иисуса Христа я изгоняю дух болезни из дома, из семьи, каждого партнера. Я повелеваю всем бесам убираться прочь и не прикасаться к финансам, не прикасаться к здоровью. Во имя Иисуса, прямо сейчас пусть придет мир в каждый дом во взаимоотношения, семейные взаимоотношения, во взаимоотношения родителей и детей во имя Иисуса, мужей и жен во имя Иисуса. Я благословляю каждого партнера и я молю тебя, Господь, пусть твоя защита будет над домом каждого партнера, над жизнью каждого партнера, над его здоровьем, над его финансами, над его душой, над его семейной жизнью, во имя Иисуса Христа. Я благословляю именем твоим святым, драгоценный Господь, каждого партнера. Благослови их, умножь, умножь, умножь благословения на их жизни. Да будет так. Аминь. Дорогой друг, если ты еще не стал партнером, пришло время стать частью распространения проявления Святого Духа на этой земле. И пусть через тебя распространяется его сила и его влияние. И пусть от него придет воздаяние в твою жизнь. Аминь. Да благословит вас Господь. Я люблю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова